Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики. С вами я Антон, и я продолжаю проходить игру Диверсанты Вьетнам. Сегодня у нас третья миссия в компании за США, которая называется Тропой Дядюшки Хо. 25 января 1968 года. Камбоджа. Пересечение Тропы Хо Ши Мина и Тропы Сианука. Конечно же, разработчики не могли не отразить в игре этот момент, знаменитая Тропа Хо Ши Мина. Очень, кстати, занятный материал, советую вам поискать в интернете статьи по этому поводу. И я в свое время очень много времени провел за чтением статей по и Тропе Хо Ши Мина, и вообще в целом об эпизодах войны в Вьетнаме. Давайте начинать. Канзас! Посылки доставил! Возвращаюсь! Принято! Я Стреп-5! Гребаные узкоглазые! Еще один фантом грохнули! Не болтай лишнего, Дилан. Эти зенитки мы и должны накрыть. Окей, босс. Раз так, то пойдем и взорвем их к чертовой матери. Объясняю задачу. На этом участке пересекаются Тропа Си Анука и Тропа Хо Ши Мина. Судя по захваченным картам, у гуков здесь все очень четко налажено. Они гонят оружие, и солдат прямо к нам в тыл на грузовиках, быстро и надежно. Эффективная бомбардировка невозможна, пока этот перевалочный пункт прикрывают зенитные батареи противника. Их точное расположение также отмечено на трофейных картах. Уничтожение этих объектов – ваша основная задача. Делать все нужно будет очень быстро и аккуратно. Мы считаем, что как только прозвучат первые взрывы здесь и здесь, к врагу прибудет подкрепление. Так что если по окончанию работы не будет никаких сюрпризов, сразу уходите по этому ущелью. Все ясно? Тогда вперед. Более чем. Все ясно. На легкое задание рассчитывать не приходится. Ну давайте начинать. Ну парни, попробуем все сделать тихо и аккуратно. Каждого, кто облажается и сдохнет, лично пристрелю. Это ты отлично пошутил, босс. Да. Шутеечка. Отлично. Филтон-7. Колона грузовиков с юга. Приказываю их уничтожить. Филтон-7. Принято. Выполняем задачу. О, гуки проедут мимо блокпоста. Если захватим его, то и с колонной разобраться будет проще. Отличная идея, Соня. Вперед. Так. Карл. Не убирай. Не убирай свою шайтан-трубу. Она нам сейчас очень пригодится. Да в принципе она уже нам послужила достойно. Вот и все. Вот ты готова. В первую очередь, ребят, выносите бойцов, которые будут стоять около пулемета. Если они успеют его занять, вам крышка. Так. Ну я, пожалуй, посажу нашего пулеметчика, Джима, за ДШК. Сейчас тут проедет колонна. И нам нужно встретить их достойно. Одного бойца. Ну, пусть это будет Билл. Наш сапер. Я заранее предусмотрительно отправлю вот сюда. И позже вы поймете, почему. Это надо сделать. В принципе, я думаю, вы уже догадались. Из кат-сцены, в которой Гуки сбили фантом, нам нужно будет спасти пилота. И сделать это надо будет довольно-таки оперативно. Потому что Гуки начнут прочесывать местность. А ввязываться в бой с превосходящими силами противника, как-то глупо. На мой взгляд. Все. Заляг. Пока что. И сидит там. А вы, ребята, идите вот сюда. В домике. Посидите пока. Тут, кстати говоря, ящик. И в нем РПГ-2. Два штуки. И двадцать ракет. Зарядов. К ним. Так. ДШК. ДШК. Перезаряженный. Все. Осталось ждать колонну. Вот, собственно говоря, наша первая цель. Я пока... Как-нибудь отвлеку. Убью как-нибудь время, короче говоря. Пока едет колонна. Вот. Четыре ЗУшки. Двадцать три два. Мощные хреновины. Нам дадут с таких пострелять. Кстати говоря, в последней миссии в компании за США. Очень эти зенитки нам помогут. Ну, конечно, всю... Опа. Гуки что-то тут грузят. Конечно, вот всю идиллию портит вот этот вот ДШК. Во-первых, сложный рельеф местности. А еще и он тут. Ну... Ну, вообще никак. И невозможно накрыть их из М79. Что тоже... Не круто. Если бы их там грохнуть всех разом, вот это было бы реально хорошо. И никакого гемора бы не было. А так... Ну, придется повозиться. Хотя я надеюсь, что мне повезет. И особо времени... Это у меня не отнимет. У нас еще две таких позиции, помимо вот этой. Так. Колонна пошла. В первой машине охрана. Вижу даже несколько пулеметчиков. А это, видимо, машины снабжения. Снабжение. Да. Тентованные грузовики. Я думаю, что там охраны нету. Так. Уже приближаются. Надо бы усесться поудобнее. А то сейчас начнется светопредставление. В принципе, можно уже открывать огонь. Но я думаю, лучше подпустить машину поближе. Вот сейчас. В принципе, машины можно не взрывать. И даже не нужно их взрывать. Черт. Я, похоже, попал в бак. Только не взрывайся, пожалуйста. Жаль, что все-таки взорвется она сейчас, видимо, да? Но я пока тогда вот эти вот бахну. Пусть водители вылазят. Ну, кинь-то уже гранату. Черт. Что, какой-то тут полуразрушенный грузовик полуторка. Но, видимо, там еще был бензин, судя по взрыву. Вот. Вот почему нельзя взрывать этот грузовик. Нам еще пригодятся эти толовые шашки. Я отдам их нашему командиру. Так, мачете выкинь. Смит тоже выкинем. Судя нам не пригодится. Майдэй, майдэй. Ястреб 5 бит. Повторяю, ястреб 5 бит. А к черту секретность. Заберите меня кто-нибудь отсюда. Нужно его спасти. Больно нужно нам рвать задницу из-за этого неудачника. Надо вытащить пилота. Заодно поймем, сколько вьетконговцев в ущелье. И постараемся слегка уменьшить их поголовье. Да, сэр. Вот, друзья, именно поэтому нам и нужен был... Вот этот вот маневр в начале. Отправить... ...одного нашего бойца. Достаточно одного. Не обязательно гнать туда всю группу. Вот сюда, вот в эту точку. Тут даже где-то у нас парашют на дереве висит. Нашего пилота. Все, отлично. Хватит прятаться. Главное, не дергайся и не паникуй. Попробуем вытащить тебя отсюда. Все, давайте, бегите. Я-то уж думал, что все, отлетался. Времени у нас немного. Не-е-е. Так просто ты не отделаешься. Еще маленько побоюй. Вот он, парашют, кстати говоря. А вот и гуки. Местность прочесывают. И нам желательно бы смотаться, конечно, до того, как они дойдут до нас. Отнимет время это. Да и нервы потреплет. Будь здоров. Так. Пулеметчик вообще. В этой миссии у нас будет ключевая фигура. Поэтому его мы должны снарядить хорошо. Я тут видел где-то парочку пулеметчиков. Омертвяченных. Так. Автоматчик, автоматчик. Значит, где-то должны быть патроны. В каком-то из грузовиков. В каком-то должны быть РПГ. О, тут вот такие патроны. Серьезные. А тут РПГ. По всей видимости, патроны были в первом грузовике, который я успешно взорвал. Жаль. Очень обидно. Ну, нам нужно вооружить нашего пилота. Пола Тиббитца. У которого вообще нет никакого оружия, кроме Кольта. И нам бы желательно дать ему автомат. Где тут автоматчик? Вот он. Оружие твое рядом. Лежит. Во. Хорошо. Снайпер. Где наш снайпер? Снайпер. Вот он. Снайпер почему-то стал командиром отряда. Ну да ладно. Его тоже бы желательно вооружить получше. И поберечь его. Он нам поможет. Прямо сейчас. Буквально таки. Так, еще. Еще стрелки. Мне нужны стрелки. Будем забивать инвентарь патронами, пока место будет. Во, во, хорошо. Как раз. Вот как раз впритык. Давайте мы на всяк пожарный. Я помню тут. Ох, как я тут страдал. Раньше, когда проходил игру. Особенно вот с этой вот первой позиции. Зенитчиков. Будь они неладные. Опа. Вот это вот, конечно, сейчас. Подарок. Прямо. От. Гуков. То, что пулеметчик к нам развернулся. Задницей. В хорошем смысле слова. Но. Сложность в том, что он может сейчас развернуться. Относительно нас. Еще до того, как успеет долететь пуля. Дурак. Не надо бежать. Я же нажал тебе. Я же нажал атаковать только стрелка за пулеметом. Зачем ты. Решился. Произвести атаку. На пулемет. Вот зачем. Это меня уже просто нервы не сдают. Не выдерживают. Оп. Тихо. Так. Соня. У тебя. Шансов немного. Либо. 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 Ну. Короче. Вот. Когда этот ублюдок развернется. Надо стрелять самостоятельно. Не. Кликать просто на противника. Чтобы Соня не выстрелила. Он будет целиться три часа. Но так и не убьет его. Поэтому надо. Все делать самому. Можно под полости кинуть гранату. Но велик шанс что. Вам в очко настреляют. Из пулеметов. Автоматов. Гуки которые прибегут. Поэтому. Это не вариант. Тут надо действовать быстро. Быстро. И не задумываясь. Я прямо сейчас уже прицелюсь. Готов. Так. Сразу наведемся. Слушайте. Они мне хп сносят. Так. Только отвел прицел. Сразу. Сразу получаю. Хорошо. А по-моему больше за этот пулемет никто не сядет. Мне почему-то так кажется. Ээээ. Соня. Ты давай это самое. Не надо мне тут. Так. Парни. А. Я понял. Я понял шутку юмора. Третий урод прибежал за пулемет. Я прямо в рифму сегодня заговорил. Ну как хорошо. Прям мне это нравится. От души. Сволочи. Ублюдки. Твари. Мрази. Не знаю. Как еще назвать. Ой. А вы ребят сами додумайте. Кого я так могу назвать. Вот этих вот гуков нарисованных. Или разработчиков. Которые тут пулемет поставили. И нарисовали такой рельеф. Местности. Так. Я буду контрить. Эту позицию до последнего. Сволочку. Доползешь к пулемету. Падла. Их уже четверо. Черт возьми. Слушайте. Может они как эти. Как америкосы. В миссии. Новогодний праздник Тед. На вышку они тогда лезли. А эти может быть. К пулемету. Как медом им тут намазано. Так. Ребят. Перезарядитесь. Сейчас у нас будет. Эпичный врыв. И почему-то командиром отряда. Вдруг стал. Долдон. Вот этот вот мудак. Вот этот вот мудила. Который даже с автоматом. Не умеет обращаться. Он обращается всего на одну звезду. С автоматом Калашникова. С автоматом. Мать его Калашникова. Нет логики в этом. Тропы и Хушимина. Отличная миссия. Мне нравится. Не знаю как ребят вам. А мне нравится. Я буду спокоен. Смиренен. Спокоен. Молодец. Дятел. Что не стал садиться за пулемет. Красавчик. Так. Сразу вот это вот. Идиота. Мы отсылаем. Так. А вот эти. Вот эти ребята не думают. Идти ко мне. А они похоже идут ко мне. Поэтому надо. Зачистить вот эту позицию. До того как они подойдут к нам. Ребята. Ёлки-палки. Ну убьёте вы их может я не знаю. Укрытий тут особых нету. Укрытий тут особых нету. Так. Почему вот этот вот человек. С огромной елденью. Для убийства. Который называется М60. Почему он молчит. Офицер думает кидать гранату. Офицер ошибается. Все живы. Вроде бы да. Офицер. Офицер. Где-то тут еще. Парочка. Нет. Хотел сказать еще тут. Где-то парочка живых осталось. Но я думаю гранатку они откушают. Давайте огнем. У кого были толовые шашки. Я по-моему командиру их нашему отдавал. Кстати где он? Вот он. Возьми сразу нормальное оружие. Под нормальным оружием я подразумеваю автомат Калашникова. Потому что с твоим фуфлом абсолютно нескорострельным, абсолютно немощным вообще не повоюешь. Это кстати говоря аналог оружия Федора Казакова из компании за Северный Вьетнам. Такое же немощное. Такое же. Низкорострельное. Дерьмо дерьмом короче. Так. Где-то тут. Вот он. Карл Дилон. И его и припас специально. Вот иди вот сюда. Вот как бы вот этих вот Нехороших людей Грохнуть. Слушайте проще будет гранатой. Я уже понял. Передержал. Хорошо. А вот этих мы выкурим и гранатометом. Тут их немного осталось. Совсем немного. Только бы не в перекрытие. Нет. Я уже думал врежется в перекрытие. Грена. Но. Получилось. Удалось. Так, ребят, надо бы прибарахлиться. Нет. Не получится прибарахлиться. Да ты сиди уже. Так, что в ящиках? Я сомневаюсь, что что-то полезное. Но надо осмотреть. Ммм. Неплохо. Скорее всего боеприпасы для зениток. А вообще пустые ящики. Вот тут вот, наверное, да? Угу. Так, ладно. Это можно долго. Бегать тут, смотреть. Первый заряд готов. Ничего там наш. Джим. Раздает говна. Прям вообще. По красоте. Я так думаю, мы сегодня сэкономим все наши стандартные штатные С4. Которые нам выдали в самом начале миссии. Кстати говоря, можно взорвать. Эти ЗУшки и с помощью этих мин. Но, я думаю, поэкономить наше вооружение. Которое вовсе не бесконечное. Так. Вот он пулеметчик. Я помню, что я тебя тут грохнул. Так. И где-то тут лежит твой РПД. Возьми его, пожалуйста. И тебе надо было его разрядить. С пулеметными патронами в этой миссии напряженка. Так. Да, все. Разрядил. Давай, давай. Все. Заминировались. Ну, патронов, конечно, не очень много, но... Сколько есть. Готово. Новые. Вот она вторая. И вот она третья. И задание-то будет не таким простым, как... Да нет. Даже оно... Оно и даже и не кажется простым. Вот. В чем весь прикол. Так, ребят, давайте. Двигаем вот сюда. А вот наш новоиспеченный командир отряда, почему-то теперь снайпер, отходит немножечко в сторону. У тебя будет особая роль. Агрить на себя этих уродов. О, все. Кипишнули. Главное теперь их валить с дальнего расстояния. На максимальной дистанции. Какой же дебильный рельеф. Господи Иисусе. Не высказать. Офицер? Нет, автоматчик. Вообще, ключевая фигура в этой миссии это снайпер и пулеметчик. Если по-хорошему. Потому что именно эти два человека способны тут сделать буквально все. от первого лица практически. Ложись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неаккуратно, неаккуратно. Так, давайте пока я все еще жив. Ох, нихера их тут Нет, подождите, ребят Давайте мы подключим Нашего гранатометчика Вот этих вы вот, ребят Доположить с этой шайтанки Падай Падай, родной Нет, не успеет Не успеет Ну, уложил я их там знатно Один выстрел из гранатомета И все Шашлык Ну, правда, невозможно убежать Потому что он Начинает тут же перезаряжать свой гранатомет Движком игры Механикой не заложено То, что ты можешь выстрелить И бежать одновременно То есть вот выстрелить И сразу же обрываться Убегать То есть он должен выстрелить Перезарядиться И только потом убегать А вьетконговцы ждать не будут А они сразу будут стрелять Вот в чем весь идиотизм Так Ну, ладно Попробуем вот так Карл Ты где там, Карл? Отлично Сейчас залетает Смачная Твою мать, в дерево Минус три И еще один Так Вот эти бы вот ящички Желательно бы не взрывать Потому что тут очень много Боеприпасов Ну Мы живы Вьетконговцы Нет Меня это радует Наконец-то будет Где прибарахлиться Бедный Сонни Его тут коцают Все, кому не лень Интересно, я сейчас Конечно, плохо Что я вот так вот Выхожу в открытую Но у меня просто нет времени Выискивать укрытие И к тому же Только такая тактика И может принести Результат Вот именно вот так вот Врываться Резко Сразу Падать на колено И раздамаживать Так Вот тут какой-то уродан Жить не дает Но все-таки Наш командир его Кнокнул Так Вот он Красавчик Симпатяга Фух Вроде бы Сдыхались От этих уродов Так Три заряда У нас остается Наш сапер Так Ребят Я думаю Это не лучшая идея Конечно Ну давайте Лечитесь Так Отдаем Пулеметчик Умины И пулеметчик Сейчас у нас пойдет Минировать Пулеметчик Пойдет не один Он у нас пойдет Со снайпером